ребята всем привет и сегодня мы поговорим о егэ не самая лучшая тема но она очень популярна сейчас в интернете поэтому я хочу рассказать немножко о том как я сдавала что сдавала и насколько в итоге взяла и ну куда поступила я думаю вы знаете медицинский университет в новосибирске я сдавала 2015 году и я сдавала химию биологию русский и профильную математику она мне была не нужна совершенно я училась физмат классе поэтому меня можно сказать заставили ее сдавать и сразу расскажу вам как я сдала я сдала ее на что-то около 40 баллов но я не готовилась и вообще я планировала завалить эту математику поэтому как бы на самом деле ребят если вам не нужна математика настаивайте на том чтобы сдавать базовую как-то все равно меньше проблем с этим и базовую действительно очень просто сдать теперь что касается химии русского и биологии ким чё пришла чё пришла ким русский на самом деле сдать не так было сложно русский язык я в школе всегда учила и как-то понимала его что ли не никогда ничего не зазубривала специально насчет сочинения советую вам выбрать несколько произведений не читать все подряд я помню я планировала на каждую тему там же в егэ даются какие-то темы и каждому дается еще куча книг которые нужно прочитать я помню я планировала перечитать все но это бессмысленно все равно ничего не запомнится с перемещается и в итоге у вас в голове будет каша выберите какие-нибудь несколько произведений например вот очень популярная я считаю это герой нашего времени нас очень многие выбрали это произведение по моему затрагиваются все проблемы я писала его наверное просто во всех своих сочинениях пробных непробных и на экзамене причем на экзамене по русскому языку мне достался какой-то ну вроде нормальный вариант по тестам я его прорешала а в конце дается же текст его нужно парализировать мне достался такой дурацкий текст я выделила проблему смысла жизни что-то такое потом мы говорили с моими одноклассниками другими ребятами все по все разные выделили тему все абсолютно я не знаю как так вышло я я вы я вы да кима ну это сочинение выпало из нашего класса наверное пятерым людям и все мы выделили абсолютно разные проблемы просто абсолютный кто-то выделил проблему вообще что такое с музыкой связано я бы выделила проблему смысла жизни и как обычно выбрала свое любимое произведение это герой нашего времени и когда я вышла после экзамена по русскому языку в котором я была больше всего уверена я была просто абсолютно уверена что у меня будет выше 90 так и оказалось я сдала на 92 балла и когда я вышла я уже знала где она портачила в чем на сочинение потеряла что-то около там одного минусика я уже не помню как это считается в общем на сочинение на которого я думала что просто завалила его что вообще смысл жизни там никак не вяжется сочинение у меня вот зашло когда оказалась это что касается русского языка дальше биология и химия тут все гораздо сложнее знаете я перед тем как записывать видео особенно вот на такие популярные темы как егэ миллион просто видео видео на ютубе про то как кто-то сдал гига и вначале я просто не понимала почему так все говорят очень просто сдать гига я думаю что за мной не так почему не было сложно сдавать этот гига блин оказалось ребята просто рассказывает о том что гига легко сдать то есть его просто легко сдать перед перевалив за нижнюю границу тогда да если вам не знаю особо не нужны какие-то высокие баллы вы точно знаете что вы пойдете на платное и там на вашем может быть факультете только коммерция то да вам можно сдать его по нижней границе и это сделать на самом деле не сложно даже я человек который терпеть не может математику просто терпеть не может математику и не учила я не учу я наверное с классы 9 100 процентов просто вообще в прямую не учила нагло вот я сдала как-то на вот эти вот там 37 40 около 40 баллов так что по нижней границе вы сдадите спокойно и считаю если вы что-то конечно делали в школе но если вы хотите сдать егэ на высокие баллы а я очень хотела и была уверена вообще я была уверена что я поступлю на бюджет поэтому я была уверена в том что мне нужно сдать на высокие баллы и если вы хотите сдать именно на высокие баллы то тут вам придется постараться очень легкого какого-то пути нету нужно заставить себя в итоге сесть накупить этих тестов по ЕГЭ и заниматься во все. Химия оказалась легче, чем биология, потому что в химии все структурировано, понятно и однотипно, то есть никто не придумывает каких-то новых реакций, они все есть, с биологией все как-то похуже вышло, потому что я начала готовиться к биологии в начале 11 класса, и зря я это сделала, потому что биология оказалась сложнее химии, и в ней нужно было много чего выучить. В общем, по моему мнению, химия легче в биологии, так что если вы думаете, что вы не знаете химию, хотя я сейчас так думаю, хотя у нас и биохимия, и органическая химия, чего только у нас нет в медицинском, но я все равно считаю, что такие предметы, как химия, это сложно для меня, нужно какие-то реакции писать, это тяжело, но тем не менее, на ЕГЭ все оказалось по-другому, то есть подготовиться к химии намного легче. Обратите на это внимание, если вы такой же человек по обучению, как я. А теперь просто о самом ЕГЭ, после каждого экзамена я выходила с мыслью о том, что я просто сдала на самые низкие баллы, какие только возможно, что мне просто очень стрёмно, что я никуда не поступлю, и это после ЕГЭ у меня так каждый раз наваливалось на меня такие мысли. На самом деле, вот про атмосферу, которую говорят на ЕГЭ, то есть камеры, металлоискатели и так далее, на самом деле ничего такого сверхъестественного и очень страшного нету. Это то же самое, что зайти в аэропорт, только там не нужно сдавать экзамены, и от этого не зависит, как ты закончишь школу. Но, по сути, все смотрители, я не знаю, как их назвать, эти люди, которые за нами наблюдали, они все очень добрые, вежливо пытаются как-то нам помочь, поддержать нас. То есть я вообще, у меня перед экзаменами, когда я сдаю, неважно какие экзамены, даже может быть просто коллоквиум какой-нибудь сейчас в институте, у меня начинается какая-то внутренняя паника. И причем эта паника выражается очень смешной, это примерно вот как сейчас, я улыбаюсь, я хожу, мне нужно кого-то срочно обнять вот так, крепко-крепко помучить, там, не знаю, тянусь в щеки, ну, короче, те, кто сдают со мной экзамены рядом, просто я не завидую этим людям. Ах, да, сдала я, собственно, всего на 250 баллов по сумме трех экзаменов, и почему-то я была очень сильно довольна этому результату, ну, наверное, потому что я прошла на бюджет в наш университет Новосибирский. Конечно, 250 баллов на самом деле очень мало для поступления в Москву или в Питер, то есть там действительно нужно набирать вот прям по 100 на каждый экзамен. поэтому, когда я узнала свои баллы, я, не задумываясь практически, отдала их в один наш университет медицинский. Ну, у нас есть два в Новосибирске медицинских факультета, вот один прям наше НГМУ, ну, то есть отдельный университет, а другой на базе просто Новосибирского государственного университета. Там есть медицинский факультет, и там как-то больше в науку идет упор, там куча математики. И я подумала, не-не-не, я считаю, что какого-то отдельного алгоритма действий по сдаче ЕГЭ, по-моему, его не существует. Просто нужно себя пнуть, купить эти тесты или включать их онлайн и решать каждый день, тупо каждый день. Потому что ЕГЭ на самом деле, ребята, вот учащись сейчас на втором курсе медицинского университета, сдав экзамен по анатомии, по гистологии, я понимаю, что ЕГЭ это прям фу, это очень легко, это просто, не знаю, это просто вы сидите и учите тесты. В школе нам постоянно говорят, что вы не сдадите ЕГЭ, я не знаю, у вас есть такое или нет, но нам постоянно в школе говорили, что вы завалите, вы ничего не сдадите, все очень плохо, ЕГЭ вообще сложно. И куча нововведений постоянно, каждый день нам твердили о каких-то нововведениях, ну то есть, если вам говорят так же, а я думаю так практически во всех школах, не переживайте, все нормально. Собственно, на самом деле про ЕГЭ больше говорить-то и нечего. И вообще, ребят, не так страшен черт, как его молюют. Поэтому сдадите вы ЕГЭ, если вы хотите, то вы сдадите, не переживайте, все будет замечательно. Спасибо за этот просмотр, я надеюсь, вам чем-то как-то помогло это видео, воодушевило и смотивировало. Так что, занимайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok